Тот же самый Гандива, считается, был Арджуны отдан Богу Варуне на сохранение. И считается, через некоторое время на этой планете опять будет очередная Махабхарата. То есть, когда наступит Золотой Век, после него опять придет Калиюга. Так вот, перед каждой Калиюгой регулярно случаются такие Махабхараты, когда уничтожаются все праведные кшатрии на этой планете. Так вот, Гандива, оружие Индры, оно на этой планете сохраняется для очередного Арджуны. И не только оружие Индры. В частности, в Индии есть люди, которые до сих пор ищут доспехи Карны. Помните, про Карну рассказывали в двух словах? Ребята периодически на тренировках дают Карнапидасану, когда ушами зажимают уши. Знаете, да? Ну, мало кто знает, почему эта асана называется Карнапидасана. Это событие 5000-летней давности, что когда Бог Солнца дал Кунти ребенка, он знал, что у этого ребенка будет очень достойный соперник Арджуна, эманация бога Индры. И он тогда его решил обезопасить. Он ему дал сразу же доспехи специальные, золотые, и серьги в уши. Они имели свойство не пробиваться оружием доспехи, а серьги, они отражали все оружие, которое могло быть пущено в лицо этому Карне. Так вот, когда Индра все-таки решил снять эти доспехи с Карны, потому что если бы доспехи были, то тогда бы Арджуна проиграл. А если бы Арджуна проиграл, не случилось бы Курукшетры. Понятна логика? Тогда Индре нужно было жизненно необходимо забрать доспехи у Карны. И он, соответственно, такую многоходовку сделал. А Карна был, он очень честный, справедливый, и, как это сказать, он держал всегда свое слово. И у него был один обед. Каждое утро Карна встречал, вы не поверите, Суринамаскар и обливанием воды. То есть, каждое утро он выполнял около реки Суринамаскар. То есть, он не знал, что Суринамаскар – его отец. Он узнал об этом уже перед самой Курукшетрой. Он просто почему-то интуитивно чувствовал, что у него какое-то вот стремление к солнцу невероятное. Но он знал, что есть Суринамаскар, поэтому он просто выполнял этот регламент. Потом уже Кунти ему сказала перед самым... Точнее, нет, сам Суринамаскар к нему пришел и пытался его отговорить, давать доспехи. Он говорит, я Сурья, ну то есть, вот у тебя есть доспехи, пожалуйста, к тебе придет Индра. Ни в коем случае не отдавай доспехи. Отдай все, что угодно, не отдавай доспехи, погибнешь. Но Карна ему сказал, он гордый был, он очень великий воин был. Он говорит, я не могу, ты что, у меня обед. Если меня кто-то попросит, я обязательно ему отдам. Это мой обед. Что бы ни случилось, я все равно ему отдам. Ну и так и получилось. То есть, когда они, соответственно, вот, в общем, неважно каким путем, в общем, Индра забрал у него с одной стороны доспехи, но с другой стороны в ответ отдал ему специальное оружие, непобедимое копье, которое он и рассчитывал использовать против Арджины. Так вот, доспехи Индра не забрал на небеса, они остались на этой планете. Он где-то якобы спрятал их в Гималаях. Так вот, в Гималаях сейчас до сих пор находятся так называемые энтузиасты, которые лазят и ищут эти доспехи. Ну, в каких-то своих корыстных целях. То есть, это действительно не история, как бы это не придумки какие-то, это, в общем, былое, которое реально существует. Так бы люди не занимались поисками того, что не существует.